Турецкие войска теперь контролируют автостраду М4 на северо-востоке Сирии, ключевую трассу примерно в 30 километрах от границы, уходящую вглубь территории. Об этом в воскресенье объявило Турецкое министерство обороны. На пятый день операции Анкары против курдских формирований, поддержавшие наступление группы сирийских повстанцев, заняли приграничный город Эттель-Эль-Абат. Ранее президент Турции Реджеп Таип Эрдоган объявил об установлении контроля над другим стратегически важным городом – Рас-Эль-Айном. Представители курдских формирований заявили о бегстве из лагеря для заключенных почти 800 членов семей боевиков экстремистской группировки «Исламское государство». Как сообщила газета «Ашшарк Аль-Аусат», это произошло после обстрела турецкой артиллерии. Опасения, что действия Анкары могут вдохнуть новую жизнь в исламистскую группировку, неоднократно звучали из уст политиков и экспертов в разных странах. Пентагон в воскресенье сообщил о выводе из региона еще тысячи военнослужащих США. Как заявил министр обороны Марк Эспер, такое решение было принято в связи с намерением Турции расширить наступление и потенциально возможным вмешательством российских и сирийских военных. Анкара утверждает, что цель операции против курдских формирований, которые Турция считает террористическими, создание безопасной зоны глубиной в 30 километров, куда после зачистки смогут вернуться сирийские беженцы. По данным ООН, действия Анкары привели к тому, что из сельской местности вблизи Этель-эль-Абьяда и Рас-эль-Айна вынуждены были бежать свыше 130 тысяч человек. Операцию Турции осудили лидеры многих мировых держав. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...